МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Карина Щербакова. Предлагаю вашему вниманию выпуск новостей вначале коротко о сегодняшних темах. Губернатор Ямала выступил на форуме молодежи Уральского федерального округа «Утро-2024». Дмитрий Артюхов рассказал о больших перспективах нашего региона. Социальный бизнес самый ответственный. В нашем городе к этому направлению подключились пять предпринимателей. Кто хорошо поработал, теперь может хорошо отдохнуть. Завершилась первая трудовая смена подростков. Каникулы с пользой библиотека приглашает развлекаться интеллектуально. Сложное понятие «молодость» – это про время или про внутренние ощущения? Горожане ищут ответ на вопрос. В Екатеринбурге Дмитрий Артюхов встретился с участниками форума «Утро-2024» и выступил спикером тематической площадки, где рассказал об истории зарождения и развития газовой промышленности на территории Ямала. Основное направление форума в этом году – популяризация рабочих профессий. Ямал представил образовательную площадку «Газовая промышленность». Губернатор Ямала выступил на главной сцене манежа Уральского федерального университета, где рассказал об истории зарождения и развитии газовой промышленности на территории региона. Везде у нас светло, тепло. Это, конечно, во многом благодаря газодобыче у нас на Ямале. 80% добычи всей нашей страны, 20% мировой добычи. Уникальная абсолютно земля, которая на всей своей суровости настолько богат. Лекцию помимо ямальских ребят посетили участники из других регионов Урала. Они также смогли задать вопросы Дмитрию Артюхову. Молодежь интересовали востребованные на Ямале профессии – возможности покупки жилья, в том числе с помощью арктической ипотеки, создания молодежной инфраструктуры в регионе и туризма. Несколько вопросов касались развития ямальских городов и создания возможностей в них для профессиональной реализации молодых людей. Мы один из самых привлекательных для работы регионов. Исторически так всегда было. И уровень зарплаты, и уровень возможностей, которые открываются. Конечно, рынок труда, он где-то специфичен. Нам нужны специалисты профильные, которые связаны с развитием нашей ключевой сферы экономики. Как раз мы говорим про газ. Но видим, что те, кто зря времени теряли, профессионально развивались, хорошо учились, поступали на правильные специальности в хорошем университете, они востребованы. Встреча с ямальскими участниками прошла в формате вопрос-ответ. В состав делегации от региона вошли 100 человек, 8 из них – представители Волновакского района. Это участники движения первых, школьники и их сопровождающая Юлия Кожановская. Участники поделились своими успехами, рассказали о проектах. Дом молодежи у нас работает уже 5 месяцев. У нас есть свои первые достижения. Движения первых в Волновакском муниципальном округе стали лучшим отделением Донецкой Народной Республики. Мы продолжаем работать, продолжаем развивать ребят. Было проведено более 200 мероприятий. Посетило до молодежи полторы тысячи ребят. Финалом форума «Утро» станет розыгрыш грантов от Росмолодежи. Ямальцы подали на суд жюри 22 заявки. Один проект поступил от участника из Волновакского района. Ольга Болдырова, информационное агентство Лабутнанги при содействии Департамента внутренней политики Ямало-Ненецкого автономного округа. 28 июня в календаре профессиональных праздников отмечен как День социального предпринимательства. В России данное направление бизнеса законодательно закрепили в 2019 году. В Лабутнанге эту нишу люди дело не спешат занимать. За четыре года лишь добрая пятерка предпринимателей решилась направить свой бизнес на решение социальных проблем. Социальный предприниматель, как добрый волшебник, всегда готов помочь. Любовь Бакбергенова берет под свое педагогическое крыло юных лабутнанцев. Ее профиль интеллектуально-арифметический. На занятиях учит детей смотреть на этот мир через призму нестандартных математических решений. Сейчас я планирую уже расширять наши направления. Мы не только математикой занимаемся. У нас, кроме этого, есть программы по развитию мозга. Почему именно я взяла это направление? Потому что за три года работы я поняла, что тут дело-то не в арифметических моментах. Тут проблема далеко в другом. Это именно нужно уметь развивать когнитивные навыки. Это память, внимание, мышление. То есть про что я и начинала, но мы начинали как решение нестандартных задач, а сейчас именно с развития нейропсихологических. Сегодня образовательные курсы прошли трансформацию. В числе учеников, рассказывает педагог, есть и четырехлетние детки с особенностями развития речи. Индивидуальные занятия дают свои плоды. У нас уже есть результаты, ребенок уже говорит. У нее появились первые слова «мама». Мама начала плакать от радости. То есть это эмоции, которые дорогого стоят. Светлана Опенько, так же, как и ее коллега по социальной бизнес-площадке, а на ней, к слову, они новички, видят возможности там, где другие видят проблемы. Она решила помочь женщинам поверить в себя. Для меня важно не только реализоваться самой, но и помогать людям. То есть это у меня просто в крови, потому что, говорю, у меня мама-педагог, она меня воспитала таким образом, чтобы я, скажем так, достойно прожила вот эту свою трудовую деятельность, и не только. Кто сказал, что на пенсии жизнь заканчивается? Глупости, отвечает Светлана. Лично для нее это время реализации смелых бизнес-идей. Открыть ателье было ее мечтой. Реализовать ее удалось благодаря грантовой поддержке. Сегодня ямальский модельер готовит к выпуску модную коллекцию для дамочек с пышными формами. Мы будем приобретать ткани, чтобы красиво создать то, что мы хотим для женщин элегантного размера, начиная от пальто и заканчивая, скажем так, пижамкой. То есть мы хотим показать, что девушка, женщина элегантного размера может выглядеть в любом наряде красиво, даже в домашнем. Если говорить о результатах, то они уже есть. Во-первых, победа на ямальском форуме Я-бренд, где Светлана Опенько презентовала свою мини-коллекцию модной одежды. В топе женские сумочки, шоперы и клатчи с национальным орнаментом. С десяток аксессуаров, сшитых на заказ, уже разлетелись по разным уголкам России. Когда ты становишься социальным предпринимателем, то есть это не ты выбираешь, а тебя выбирают. Социум само о себе говорит. Поэтому есть определенные проекты, которые подходят под социальную категорию. Поэтому я так и стала с 2022 года социальным предпринимателем. Социальное предпринимательство – это в первую очередь развитие человеческого капитала. Проекты в этой области приносят не только прибыль своему владельцу, но и пользу обществу. Дарья Хозова учит женщин и мужчин, кстати, тоже понимать свое тело. На занятиях умным фитнесом, а он включает в себя телесную терапию и медитативные практики, опытный инструктор показывает, что спорт и красивое тело – это не так уж сложно. Когда люди сюда приходят со стрессом, какие-то возбужденные, у них не поставлено дыхание. Зачастую люди приходят с проблемой от того, что они где-то занимаются силовым классом, а не происходит никакой процесс в плане, там, фигура не корректируется, плечики завернуты у них как были, так и есть. Они мне приходят с вопросом постоянно, почему так. Наверное, в честь того, что я нашла этот самый эпицентр проблемы, поэтому я и назвала свой проект «Умный фитнес». Саморазвитие – важная составляющая бизнеса. Сегодня Дарья Хозова готовит к воплощению в жизнь новый социальный проект, какой пока лежит в секрете. Быть социальным предпринимателем – это ежедневный труд, а иногда и настоящая борьба. В Лабыднанге лишь пятеро таких смельчаков, решивших свой бизнес подстроить под потребности людей. Светлана Кель, Сергей Антропов, информационное агентство Лабыднанге. Как провести летние каникулы с пользой, знают лабыднанские школьники. Первая трудовая смена позади. Сегодня у ребят последний рабочий день. Весь июнь 134 подростка приводили в порядок улицы и дворы городского округа. Очищали территорию от мусора и грязи, помогали в курьерской доставке. Июнь пролетел незаметно, а вместе с ним закончилась и первая трудовая смена. Бригада образования из семи подростков работала весь месяц на улице. Облагораживали дворы, очищали город от мусора. Наверное, больше двухсот мешков просто собрали. Это просто там вот в одном месте, например, в стране Ямал-Транстроя, больше 50-60 мешков. Это не просто так, что скрутили и положили, а под самую завязку. То есть мусора хватает. Никто не отказывается, работают, понимают, что это их деньги. Для кого-то первые самостоятельно заработанные. Есть и те, кто в этом деле не новичок. 15-летний Матвей Зуев уже имеет запись в трудовой книжке. Юноша в прошлом году также весь месяц был занят. Теперь знает точно, труд красит человека. А если еще и деньги платят, то польза вдвойне. В прошлом году я тратил деньги на одежду, половину маме отдал. В этом году я приставку заработанную деньги. Деньги – это всегда прекрасно. И плюс я еще помогаю нашему городу очиститься от всей грязи. Потрудиться этим летом смогут 400 ребят из городского округа. Уже сегодня окончили первую смену 134 подростка. Многие лабытнанские учреждения и организации приняли на временную работу уборщиков территории и служебных помещений, курьеров, дворников. Как и в прошлые годы, первоочередным правом на получение рабочего места пользуются льготные категории ребят. Рая Ермолаева, Николай Снегир, информационное агентство «Лабытнанги». Лето, каникулы, библиотека. Несмотря на прохладную погоду, на улице в этом учреждении бывает жарко. Библиотекари активно работают с воспитанниками детских садов и летних оздоровительных лагерей. Комплекс мероприятий проводится каждую неделю. Большинство встреч с читателями проходит по Пушкинской карте. Проект позволяет молодежи от 14 лет посещать культурные мероприятия бесплатно. Из ближайших мероприятий, которые у нас будут в июле, это совместное мероприятие с этнопарком «Комет-деревня», которое состоится 18 июля. Мероприятие называется «Квест. Секреты пул-хейки». На это мероприятие мы приглашаем всех ребят в возрасте от 14 лет, которые хотели бы попробовать себя в интеллектуально-спортивных соревнованиях. То есть это будет квест по командной, в котором вы не только сможете побегать, выполнить какие-то задания, но и узнать интересные секреты о нашем местном ханте пул-хейке. Захватывающие приключения, интересные задания, головоломки участникам квеста организаторы гарантируют. В ожидании встречи предлагают посетить различные мастер-классы. Эти мастер-классы циклические, то есть ни один раз они будут проходить. Это мастер-классы «Магия акрила», на котором участникам предлагается попробовать себя в разрисовывании сумок холщевых. Художник профессиональный научит вас, подготовит все материалы. Приходите, пожалуйста, пробуйте. И второй мастер-класс – это мастер-классы для начинающих людей, которые хотели бы научиться играть на гитаре. Почему бы нет? Библиотека – это тоже поэзия. Пожалуйста, поэзия с гитарой отлично сочетается. С полным перечнем мероприятий, запланированных в Центральной библиотечной системе, можно ознакомиться в социальных сетях. Проводить лец с библиотекой – это полезно и увлекательно. Ирина Яковлова, Эдора Захаров, информационный агент «Свалабытнанги». Уже завтра по всей России будут отмечать День молодежи. С точки зрения права, в нашей стране к этой категории относятся люди в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Но действительно ли молодость – это цифры в паспорте? Или все же это состояние души? И какая она современная молодежь? В преддверии праздника мы задали эти вопросы жителям города. Каждая молодежь в свое время своя, правильно? Ну, я думаю, живет в ногу со временем. Веселая, задорная, хорошая. Ценности, ну, наверное, семья, друзья и, не знаю, все, наверное. Как вы обычно отмечаете День молодежи? Ну, вообще, мы отмечали всегда с мужем в другом городе, потому что мы учились, были студентами, а сейчас переехали сюда, и это первый год, когда мы в этом городе будем отмечать этот праздник. Сейчас современная молодежь, наверное, с 14 лет достаточно такая образованная и, как сказать, подверженная компьютерам. Поэтому все прошаренные, все разбираются в технологиях, и сейчас развивается IT-сфера благодаря молодежи. Молодежь сейчас очень хорошая, мне очень нравится, очень целеустремленная, симпатичная, такая прям, ну, сильно отличается от моего поколения. Мое поколение скорее, когда наше становление было в 90-х, у нас скорее это было выживание. А сейчас все дороги открыты, я очень рада за молодых людей. Я думаю, что люди, you know, they want freedom, they want happy life, but there are some difference. Here, especially here, possibly young generation more relaxed than China. More relaxed. Очень много похожего, что все смотрят, как бы, ну, получше устроиться, получше работу найти, но здесь немного, говорит, отличается тем, что здесь немного спокойнее, чем в Китае. Молодость – это цифры в паспорте или все-таки состояние души? Состояние души. Потому что, ну, что, цифры они, цифры. Я не думаю, что кто-то считает себя пожилым человеком. Все в душе молодые, поэтому нас и воспитывали так, молодыми. Состояние души. У меня вот у самой взрослые дети, ну, как уже, ну, как молодежь считается. И я от них много подчерпываю их сленга, этого всего, и жить с ними проще. Отличается тем, что более адаптировано к всяким информационным сетям, там, более трезво воспринимает разную информацию извне, ну, и раньше взрослеет. Желаю своим сверстникам найти свою любовь, выйти успешно замуж за человека, с которым вы всю жизнь проведете вместе. Ну, и, конечно, реализоваться в карьере, в своем любимом деле, заниматься тем, чем душа желает. Я желаю всем хорошего настроения и чтобы все мечты всегда сбывались. Веселиться, дружить, но только не в телефонах, как обычно и всегда, да, а вот именно общаться, дружить. Быть более умными и, не знаю, готовиться к экзаменам. Ну, точнее, уже сдали, к будущим. Вот кто в 10-11 идет, вот, к ЕГЭ. А вообще, как думаешь, до какого возраста люди относятся к категории молодежи? Ну, лет до 17-16, где-то так. А по законодательству до 35-ти? Я желаю, чтобы жизнь их была счастливой, чтобы они были целеустремленными, чтобы у них все сложилось прекрасно. На этом выпуск завершен. Всего доброго. До встречи в эфире и на страницах информационного агентства Лабытнанги. Субтитры подогнал «Симон»!